Здравствуйте! Я думаю, что к нам еще присоединятся люди, но мы уже не будем ждать на часах 13 часов. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы поговорить на тему, как принять участие в конкурсе по предоставлению грантов для НКО. Если, ну такое наиболее популярное название этого конкурса, это конкурс президентских грантов. Вот именно о конкурсе президентских грантов 2016 года мы с вами сегодня и поговорим. Наш сегодняшний вебинар организован по поручению Общественной палаты Архангельской области. И я хочу сказать, что Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Архангельской области вовлечены в проведение этого конкурса с точки зрения информационной поддержки конкурса, то есть распространения информации о его проведении. И в том числе Общественная палата и Российской Федерации, и Общественная палата Архангельской области, соответственно, по своему региону, будут участвовать в мониторинге реализации проектов, поддержанных в рамках конкурса президентских грантов. То есть вот, соответственно, для того, чтобы как можно больше людей узнали об этом конкурсе, для того, чтобы более подробно разъяснить правила участия в этом конкурсе, Общественная палата Архангельской области приняла решение о проведении этого вебинара. Я заранее хочу подчеркнуть, что сегодня мы не будем говорить о том, как подготовить заявку, как подготовить проект для того, чтобы подать его на конкурс. Мы не будем говорить о проектировании, о проектных идеях. Мы больше сегодня будем говорить именно о том, какие правила участия в этом конкурсе, какие существуют требования к заявителям, о том, как будет проходить конкурс, на что стоит обратить внимание с точки зрения подготовки заявок. То есть мы сегодня с вами говорим не о социальном проектировании, а именно об участии в конкурсе и о подготовке заявки на конкурс. Мы планировали, что мы с вами уложимся в час. Надеюсь, что этого времени нам хватит. Соответственно, если у вас будут вопросы, то вы можете писать их в чате. Я постараюсь на них отвечать. Заранее приношу извинения, если вдруг не отвечу сразу. Постараюсь это сделать ближе к концу семинара, потому что достаточно сложно одновременно рассказывать и читать вопросы, которые пишут в чате. Но я постараюсь на все вопросы ответить. И сразу же могу сказать, потому что обычно все время возникают эти вопросы, можно ли проконсультироваться уже по самой заявке, по проектной идее и так далее. Здесь я хочу сказать, что Центр Гарант по-прежнему осуществляет консультирование по разработке проектов и подготовке заявок. И поэтому в индивидуальном порядке по предварительной записи вы можете обращаться в Центр Гарант и консультироваться со своими проектными идеями, уже с подготовленными заявками. И здесь как раз вы сможете получить ответы на вопросы, насколько интересна проектная идея, на что стоит обратить внимание при разработке проекта. То есть все вопросы, связанные с проектированием, можно индивидуально консультироваться в Центре Гарант. Телефончик я в конце на презентации покажу. И, соответственно, в текущем режиме. И напоминаю, что эту услугу Центр Гарант оказывает бесплатно. Уже вижу вопрос, будет ли запись вебинара. Да, запись ведется через несколько дней после вебинара. Она будет выложена в медиатеке на сайте Центр Гарант. Там ее можно будет посмотреть. Итак, давайте начнем. Во-первых, я хочу обратить внимание на документ, который регулирует проведение данного конкурса. Подробно мы его рассматривать не будем. Просто с точки зрения информации, наверняка многие из вас видели, это приказ распоряжения президента Российской Федерации, номер 68 от 5 апреля 2016 года. Зачитывать не буду, вы все видите на экране название этого документа. Именно этим документом регулируется начало проведения конкурса на государственную поддержку некоммерческих организаций в 2016 году. Вы видите, что сумма субсидий в этом году составляет очень серьезную сумму. Это больше, чем 4,5 миллиарда рублей. Пул достаточно большой, и в соответствии с этим пулом он будет распределен в течение всего 2016 года. С одной стороны, когда мы видим эту цифру, кажется, что она настолько огромна, что хватит всем. С другой стороны, все-таки надо обратить внимание на то, что это серьезный конкурс, серьезный с точки зрения количества заявителей, потому что заявляется вся страна, заявок очень много, и поэтому рассчитывать на то, что только подав заявку, вы сразу автоматически станете победителем, нельзя, потому что конкурс действительно достаточно серьезный. Каким образом происходит распределение этих средств? Все эти средства распределены между 9 операторами. Обратите, пожалуйста, внимание, это важно, что эти средства распределяет не общественная палата, не сама администрация президента, а выбраны 9 операторов, которые будут распределять эти деньги. Причем сумма средств между этими операторами распределена, они не поровну поделены, у каждого выделена определенная сумма средств, и что это за объем, можно посмотреть на сайтах этих операторов. Я вижу комментарий, что кому-то не слышно. Если у всех остальных все в порядке со звуком, то, Валерия Сергеевна, скорее всего, это что-то у вас с настройкой гарнитуры. Так, значит, обратите, пожалуйста, внимание, операторов 9, каждый оператор ведет определенную тематику. Для тех, кто уже участвовал в прошлые годы, вы можете видеть, что часть операторов повторяется. Например, Российский союз молодежи, союз пенсионеров, Национальный благотворительный фонд, Гражданское достоинство, Лига здоровья нации. Все эти операторы были в предыдущие годы. То есть, если вы... Я покажу вам сайт, основной сайт этого конкурса, и на сайтах этих операторов вы можете увидеть предыдущие годы и списки победителей предыдущих лет. Иногда это важно для того, чтобы посмотреть, какого рода проекты финансируются. В этом году появились новые операторы. Впервые будет распределять средства Российский союз ректоров. Появилось два новых оператора. Это фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» и благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Причем следует обратить внимание, что все организации являются организациями, локализующимися в Москве, всероссийские организации. А вот фонд «Покров» – это организация региональная, она находится в Пензе, и в этом году она выбрана оператором по достаточно серьезному направлению. И я сейчас подробнее остановлюсь на каждом из операторов, но хочу обратить ваше внимание, что два первых оператора, которые указаны, это фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и фонд поддержки гражданской активности «Перспектива», эти операторы будут работать с двумя темами, которых раньше в президентском гранте не было. Благотворительный фонд поддержки материнства и детства будет поддерживать проекты ресурсных центров, то есть проекты, направленные на поддержку других НКО, а фонд поддержки «Перспектива» будет ориентирован в первую очередь на работу с малыми городами и сельскими территориями. И, соответственно, если в ваших приоритетах проекты именно в этом направлении, следует обратить внимание на этих операторов. Давайте подробнее про операторов. Я хочу обратить ваше внимание, что в этом конкурсе очень важно точное соблюдение формальных условий. И никаких вольностей в этом отношении не допускается. Это все-таки конкурс на получение бюджетных средств. И, соответственно, здесь очень серьезно все операторы подходят к тому, как организация выполнила формальные требования конкурса, соответствует ли поданная заявка тем направлениям, которые указаны в приоритете, выполнены ли все документальные процедуры. То есть любое нарушение формальных условий влечет к снятию с конкурса. И поэтому здесь будьте, пожалуйста, очень внимательны и аккуратны. И здесь, например, я хочу обратить ваше внимание, что у каждого из грантовых операторов есть тематика, по которой он будет поддерживать проекты. И если ваш проект не попадает в эту тематику, а вам просто нравится этот фонд, или, например, вы видите, что ему дали больше денег на распределение, я предупреждаю вас, что если вы подадите по своей тематике не тому оператору, то заявка будет просто снята, как не соответствующая именно тематике, тематическим направлениям конкурса. Поэтому внимательнее, пожалуйста, с тем, про что ваша заявка, про что ваш проект, и определяйтесь, какой ваш оператор. Значит, итак, фонд Покров будет поддерживать следующие проекты. Консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов в социально значимых сферах некоммерческих организаций. Лучшие практики, распространение лучших практик некоммерческих организаций. Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. И содействие развитию механизмов общественного контроля. Вот эти тематики являются приоритетными для данного фонда. Я хочу обратить ваше внимание еще и на то, что в конкурсных документах, которые есть у каждого оператора, могут быть специальные разъяснения, что они подразумевают под этой тематикой. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я сейчас не буду останавливаться и рассказывать очень подробно про каждого оператора и про каждое направление, но обратите внимание, что в таких общих фразах тематика достаточно обобщенно дана. Но при этом, например, у фонда Покров точно есть специальный документ, который называется детализация приоритетных направлений. И в этой детализации приоритетных направлений, например, расписано, я сейчас вам просто как пример зачитаю, что они подразумевают под первым пунктом «Консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов в социально значимых сферах». Они подразумевают, что это могут быть проекты по организации службы консультаций для НКО с целью повышения их проектной деятельности, телефонная служба, интернет-сервисы, мобильные приложения, проведение региональных конкурсов, семинаров и конференций. Также разработка изданий методических материалов по поддержке проектов в социально значимых сферах деятельности, пособия, методички, учебники. Обучение представителей некоммерческих организаций, проведение обучающих семинаров, вебинаров, конференций, разработка образовательных модулей. Методическая поддержка деятельности НКО по реализации социальных услуг. Поддержка НКО по вопросам информационной открытости и взаимодействия со СМИ. Поддержка НКО по вопросам ресурсного обеспечения и планирования деятельности. Поддержка НКО по вопросам привлечения и организации деятельности добровольцев. То есть на сайте фонда есть документ, который фактически очень подробно расшифровывает, что они имеют в виду. Если вы этот документ внимательно прочитаете, то фактически вам есть подсказка, какие мероприятия могут быть вложены в проект, чтобы он соответствовал этому направлению. Те, кто был у нас на семинарах по проектированию, помнят, что один из таких хитростей написания хорошей заявки – это использование тех терминов и словосочетаний, которые использует организатор конкурса. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, не пожалейте времени на тщательную проработку тех документов, которые есть у каждого из грантовых операторов. То есть, прочитав внимательно их и поработав с ними, фактически вы получите подсказку, что необходимо заложить в проект, чтобы он был более конкурентно способен. Например, в разделе «Популяризация лучших практик и реализация социально значимых проектов» фонд расшифровывает, что он имеет в виду. «Форумы, фестивали, конкурсы с целью популяризации лучших практик, обучающие программы и мобильные приложения, межсекторное взаимодействие, общественно-государственное партнерство, продвижение лучшей практики среди бизнеса в рамках корпоративной и социальной ответственности, развитие корпоративного волонтерства». То есть, все эти направления имеют в виду, когда пишут второй пункт «Популяризация лучших практик». Я не буду дальше подробно зачитывать конкретно фонду «Покров», но хочу обратить ваше внимание, что, к сожалению, не у всех грантовых операторов есть такая подробная расшифровка. Некоторые ограничиваются ровно теми направлениями, которые указаны у них в основной тематике гранта. Но, как правило, у этих фондов вот эти самые направления, такие ключевые, расписаны достаточно конкретно, и тоже можно понять, что они имеют в виду. Следующий грантовый оператор – это фонд поддержки гражданской активности «Перспектива». И здесь, как я уже говорила, это работа с малыми городами и сельскими территориями. И, соответственно, именно здесь направления деятельности связаны с развитием институтов гражданского общества в малых городах и сельской местности. И в этом отношении это могут быть любого рода проекты, связанные с повышением гражданской активности и стимулированием людей к созданию территориально-общественного самоправления, некоммерческих организаций, объединения в инициативные группы и так далее. Это поддержка краеведческой работы, сохранение народных и культурных традиций, в том числе народных промыслов. И это может быть интересно тем организациям, которые работают в сфере развития культуры. Это профориентация, и здесь, соответственно, все программы связаны с этой очень важной темой, как сделать так, чтобы молодежь не уезжала или выбирала те профессии для обучения, которые стимулировали ее к возврату в сельскую местность. И развитие и укрепление институтов местного самоуправления, в том числе вовлечение граждан в процесс принятия решений. Вот, соответственно, вот эти направления приоритетны для фонда «Перспектива». Следующий грантовый оператор – Лига здоровья нации. Этот грантовый оператор работает как оператор президентских грантов уже в течение нескольких лет. И, соответственно, вы можете заглянуть к ним на сайт и посмотреть, что они поддерживали до этого, какого рода проекты они поддерживали. Тематика гранта у Лиги здоровья нации не изменилась. Они по-прежнему поддерживают те же самые направления, что и раньше – развитие физкультуры и спорта, охрана здоровья, формирование здорового образа жизни, в том числе профилактика курения, алкоголизма, наркомании, социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями, охрана окружающей среды и реабилитация лиц, которые употребляют наркотики или психотропные вещества. Следующий грантовый оператор – Российский союз молодежи. Ну и сразу видно из названия, что этот грантовый оператор ориентирован в первую очередь на работу с молодежной аудиторией. Но при этом обратите внимание, что здесь очень разные по видам деятельности и направления поддерживаются. Основное – это целевая группа молодежи, но здесь и развитие добровольчества, и массовый спорт, и научно-техническое творчество, и научная деятельность, и поддержка одаренных детей. То есть на самом деле очень широкий спектр деятельности при основной целевой группе работы с молодежью. Российский союз ректоров и эта организация поддерживает в первую очередь то, что связано с вопросами развития образования и популяризация некоторых направлений, в том числе истории русского языка и литературы. Но можно обратить внимание, что среди вот этих ключевых образовательных направлений есть еще одно направление, важное и может быть интересное для некоторых участников – это исследование и мониторинг состояния гражданского общества. Вот по этому направлению заявки нужно подавать именно Российскому союзу ректоров. Следующий грантовый оператор – Союз пенсионеров России. И обратите внимание, что здесь несколько направлений. Опять же, из названия оператора можно сложиться впечатлением, что сюда мы только с проектами, которые направлены на людей старшего возраста. Но обратите внимание, что здесь есть несколько ключевых направлений. Это, конечно, работа с людьми пожилого возраста, это повышение качества жизни и социальная поддержка пенсионеров. С другой стороны, здесь есть несколько направлений, связанных с помощью людям в трудной жизненной ситуации, в том числе с помощью пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Здесь есть направление развития духовных ценностей и повышения общественной активности граждан. То есть, если вы сейчас проанализируете тех операторов, которых мы уже посмотрели, мы видим, что иногда один и тот же проект может быть ориентирован на разных операторов. Повышение общественной активности – это может быть и в тематике, если это в сельской территории, то это может быть в тематике перспективы, это может быть, если с точки зрения того, что мы как ресурсный центр вкладываемся в это развитие, это может быть в тематике фонда «Покров», и это есть в общественной организации «Союз пенсионеров» у этого грантового оператора. Кому из них подавать заявку, вы решаете сами. Опять же, внимательно почитайте у грантового оператора тематику конкурса и определяйтесь, на ваш взгляд, кому ближе, потому что ваш проект, имея даже цель развития общественной активности, может внутри иметь немножко разные фокусы. Где-то вы работаете в целом, где-то вы больше ориентированы, например, на… и вы занимаетесь только сельской местностью, а где-то вы, например, делаете основной акцент на людей старшего поколения, и именно через них стараетесь повысить гражданскую активность. В общем, вот какой фокус вашего проекта, именно так вы, и с этой точки зрения, вы и должны выбирать грантового оператора. Я вижу вопрос по поводу того, откуда получать информацию, я в конце презентации дам все ссылки. Еще один грантовый оператор – Национальный благотворительный фонд, и тоже обратите внимание, пожалуйста, что этот фонд финансирует достаточно широкий круг направлений, и культурные обмены, и развитие общественной дипломатии, и укрепление дружбы народов, развитие толерантности, и межконфессиональная толерантность, и межнациональная. И вопросы, связанные с мигрантами, именно у этого фонда в тематических направлениях. Поддержка поискового движения, достаточно популярного сейчас в России, она тоже в тематике именно этого грантового оператора. Следующий грантовый оператор работает в основном с проектами, связанными с защитой прав и интересов граждан, и это фонд «Общественное движение гражданское достоинство». У него очень лаконичные направления грантов, которые могут быть к ним поданы. Это все, что связано с защитой прав и свобод человека и гражданина, и защитой социально-экономических прав трудящихся. Вот если ваши проекты в этом аспекте, то для вас именно этот грантовый оператор. Но остановлюсь здесь, буду об этом говорить еще позже, но обращаю ваше внимание, что подача заявки этому грантовому оператору специфична. Вы не можете заполнить заявку в Word, потом ее распечатать и подать в фонд. Вы обязаны заполнить заявку через специальный мастер заявок на сайте этого оператора, после этого распечатать ее и еще подать ее в бумажном варианте. Если вы выкачаете форму и заполните ее просто в Word, распечатаете и подадите, она не будет участвовать в конкурсе. Этот грантовый оператор в обязательном порядке требует подачу заявки через сайт. Поэтому обратите на это, пожалуйста, внимание. Я потом еще раз на этом остановлюсь. Союз женщин России, все, что связано с семьей, поддержкой материнства, поддержкой женщин, адаптацией женщин, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Но обратите внимание, что здесь же есть направление социальной адаптации детей-инвалидов. И если людей с ограниченными физическими возможностями, поддержка людей была и у нас, у Национального благотворительного фонда, то здесь конкретно адаптация детей-инвалидов. Здесь же есть поддержка проектов области искусства и культуры. И мониторинг качества социальной сферы может быть подан именно этому оператору. Ну вот про операторов в основном все. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Пожалуйста, внимательно посмотрите в документах этого грантового оператора, есть ли у него расшифровка направлений конкурса. Иногда это отдельный документ. Также еще где можно посмотреть у каждого из грантовых операторов свое положение о конкурсе. И в этом положении о конкурсе всегда выделены тематические направления конкурса. В них они могут быть, вот в самом положении они могут быть даны более подробно, чем это дано в кратком варианте на сайте, вот в том виде, в котором я сейчас для вас это подготовила. То есть обязательно, внимательно надо прочитать документы по конкурсу. Теперь, что касается организации конкурса. Каким образом это будет? В прошлом году, кто может быть следил за информацией или сам участвовал в конкурсе, в прошлом году было три раунда президентского конкурса на получение президентского гранта. В этом году таких раундов будет четыре. И что, наверное, очень важно, в прошлом году нужно было постоянно отслеживать, поскольку сначала объявлялся первый раунд, он заканчивался, потом через какое-то время появлялась информация, что объявлен второй, второй заканчивался, только потом появлялась информация, когда будет следующий раунд. В этом году грант-операторы изменили систему работы, и сроки всех конкурсов заявлены уже прямо сейчас. То есть вот сейчас я вам покажу сроки проведения конкурсов. И вы можете обратить внимание, что зазор между конкурсами очень маленький. То есть, в принципе, конкурсы идут почти подряд. Но хочу сразу обратить ваше внимание на то, что есть нюансы по разным грантовым операторам. Вот обязательно смотрите внимательно в документах, потому что даже в первом конкурсе вы видите, есть расхождение. Несмотря на то, что на основном сайте, на котором стоят данные по всем операторам, стоят вот вверху в шапке срок приема заявок по конкурсам 12 мая, по некоторым операторам этот срок позднее. Поэтому внимательно, пожалуйста, смотрите в документы. Итак, сроки проведения первого конкурса. Начался приемок заявок 11 апреля. Я могу сказать, что уже всем грантовым операторам какое-то количество заявок поступило. разное, конечно, но люди уже подают заявки. И сразу хочу обратить ваше внимание вот на что. Иногда, я просто знаю по опыту, что иногда заявители пытаются, видя, что одна и та же тематика может быть интересна разным операторам, то есть можно с одним и тем же проектом податься к разным операторам, они до последнего ждут, пытаясь проанализировать, куда больше заявок подано. И выбрать туда, где поменьше. И именно туда заявку и подать. Вот на самом деле эта практика порочна, потому что оценить, сколько заявок реально будет подано, можно только тогда, когда грантовый оператор внес все поданные заявки в реестр. Потому что, как всегда, все заявки в основном поступают в последние дни. У грантового оператора не хватает иногда времени на то, чтобы их ежедневно вносить. И поэтому вот вы сегодня видите, что заявок там, например, подано 100, а завтра к вечеру их будет 400. Поэтому вот не пытайтесь вот так играть в рулетку, а все-таки определяйте с точки зрения, для кого больше подходит ваш проект и подавайте заявку туда. Потому что иначе можно просчитаться. Увидите, что заявок мало, они все поступят в последний день. И окажется, что наоборот у них там больше всех. Окончание приема заявок у основного количества грантового операторов 12 мая. Это значит, что 12 мая до конца рабочего дня ваша заявка должна поступить в офис грантового оператора. И никакие разговоры про плохо работающую почту, про то, что курьер застрял в лифте, значит, они не сработают. Ваша заявка 12-го числа должна быть подана в... Она должна поступить в офис. Почтой, курьерами, ногами ли вы придете туда, принесете, прилетев в Москву, неважно. Она должна поступить в офис. По трем грантовым операторам, Российский союз молодежи, Лига здоровья нации и Российский союз ректоров, в документах указано, что срок подачи заявок к ним 19 мая. Это значит, что 19 мая ваша заявка должна оказаться там. 27 июня будут объявлены результаты конкурса. Часто задают вопрос, с какого числа можно начинать проект. Вот начинать проект 1 июля нельзя, потому что вы к этому времени не успеете заключить договоры. И это рискованно. Если в проекте не требуется расходование средств, вы можете начинать какую-то деятельность, но вы должны понимать, что реально с вами договор подпишут, в лучшем случае, к 1 августа. У грантового оператора есть 45 дней после того, как объявлены победители конкурсов на процедуру заключения договоров. Поэтому вот считайте, соответственно, еще деньги к вам должны поступить. Поэтому вот считайте, когда вы реально можете начать реализовывать проект. Вопрос вижу, сейчас отвечу. До какого срока должен быть реализован проект? Эта дата указана в положении конкурса. Внимательно тоже посмотрите. Там написано, что проект может быть любой продолжительности, но не должен закончиться не позднее такого-то числа. И поэтому, пожалуйста, очень внимательно посмотрите, найдите эту дату и спланируйте свой проект. Это не значит, что вы должны растянуть проект ровно до этой даты. Это просто значит, что это крайний срок. Позже уже нельзя. Если вы планируете, например, проект, написано, что должен закончиться к сентябрю, а вы собираетесь что-то делать в октябре следующего года, то в этом случае знайте, что вы сами себе подписываете смертный приговор. Потому что если вы напишите, что ваш проект будет идти до ноября, а в положении о конкурсе написано, что они должны закончиться 30 сентября, вас снимут по техническим причинам в связи с несоответствием сроков реализации конкурса, положению о конкурсе. Второй конкурс проводится с 16 мая по 30 июня. Еще раз обращаю ваше внимание, что это сроки основных операторов. У некоторых операторов это может быть изменено. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно сами. Но при этом понимайте, что это все равно в этот период будет. Следующий конкурс будет начинаться в начале июля и закончится прием заявок 1 сентября. К 17 октября будет объявление результатов. И четвертый конкурс будет начинаться за прием заявок уже 5 сентября и закончится приемок заявок 20 октября. И 5 декабря будут объявлены результаты конкурса. И вот здесь нужно будет внимательно посмотреть в положениях четвертого этапа, потому что, скорее всего, эти деньги все-таки будут успевать поступить в организацию в декабре. То есть скорость заключения договора в декабре будет, скорее всего, выше, чем в другие сроки, потому что идет финансовый год. Таким образом, сейчас уже понятно, что будет 4 конкурса. И примерные сроки этих 4 конкурсов понятны. И, соответственно, вы для себя можете планировать, в какой из конкурсов вы будете подавать заявку. Но, на мой взгляд, нужно использовать все возможности и успокаивать себя тем, ну ладно, в первой не буду подавать, подам во второй. Во второй, наверное, не стоит, потому что, ну, если вы так думаете, то, наверное, много руководителей некоммерческих организаций будет думать точно так же. Поэтому может оказаться, что в третьем конкурсе будет, в первом конкурсе будет меньше заявок, в третьем больше. Ну и, с другой стороны, у вас больше шансов, если вы сыграете все 4 раза, да, больше шансов выиграть. Поэтому вот рекомендую не расслабляться и не рассказывать себе, ну вот уж в следующий раз точно подам. Кто может быть участником конкурса? Обратите, пожалуйста, внимание, это важно. Обратите внимание, что к участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, неправительственные организации. И здесь сразу руководители государственных и муниципальных учреждений должны горестно вздохнуть, потому что этот конкурс не для них. Они могут участвовать в этом конкурсе только в том случае, если они найдут партнера из числа неправительственных организаций, который выступит заявителем на конкурс. То есть заявка может идти только от негосударственной, неправительственной организации. Срок государственной регистрации в качестве юридического лица должен быть не менее одного календарного года. Обратите внимание, к дате окончания приема заявок. То есть если ваша организация зарегистрирована 11 мая, то тогда вы можете подать заявку на конкурс, потому что 12 мая вам будет уже год. А если 13 мая зарегистрировались, то на первый конкурс подавать заявку не можете, потому что вам еще одного дня не будет хватать до года. Значит, только второй конкурс ваш. Дальше. Вы не должны находиться в процессе ликвидации и реорганизации. Вы должны осуществлять социально значимую деятельность по направлениям объявленного конкурса. Это тоже важно. Обратите внимание, если ваша организация была ориентирована, например, на работу с... Ну, например, на работу с... Вы никогда не работали с инвалидами, у вас в уставных документах этого направления деятельности нет, и вы подаете заявку на то, что вы будете заниматься реабилитацией детей-инвалидов, то к вам могут быть вопросы, поскольку ни в уставных документах у вас нет этого направления, ни в опыте работы. То есть вы должны все-таки подавать эту заявку не исходя из того, он хороший грантовый оператор, интересная тема, дай-ка я туда заявлюсь, а исходя из того, по каким направлениям работает ваша организация, что у вас есть в уставных документах и что вы умеете делать. Значит, у вас не должно быть задолженности по уплате налогов и сборов и других обязательных платежей. Соответственно, обратите на это внимание, потому что даже если вы выиграли, потом окажется, что у вас задолженности, вы можете лишиться права получить эти средства. Дальше про документы. Значит, какие документы вы должны предоставить, когда вы подаете заявку. Для участия в конкурсе вы должны предоставить саму заявку строго по той форме, которая разработана этим грантовым оператором. Вот здесь я обращаю ваше внимание на следующее. Формы очень похожи. Практически они дублируют друг друга. И есть большое желание взять форму одного грантового оператора, потом передумать и нашлепать туда, ну, сделать заявку и взять и подать ее другому. Вот будьте с этим, пожалуйста, осторожны, потому что они могут в нюансах различаться формы. В них могут колон-титулы стоять другие с пометкой грантового оператора. И если у нас грантовый оператор, например, Лига здоровья нации вдруг получит документ, который подан, проект, который подан, например, по форме, разработанной союзом ректоров, то я вас уверяю, что ваша заявка в победителей не попадет. Поэтому внимательно скачиваем ту форму заявки, которая соответствует вашему грантовому оператору, и заполняем ее. Я обращаю внимание тех, кто участвовал в предыдущих конкурсах. У нас есть такая манера, когда мы готовим заявки, особенно если наша заявка в предыдущем конкурсе не выиграла, и мы ее переделываем каким-то образом, мы берем за основу эту заявку и начинаем именно ее и править, потом ее и подаем. И грантовый оператор может изменить форму, даже если он много лет ведет, например, этот конкурс президентских грантов. Вот на сайте одного из грантовых операторов прямо красным написано «Внимание, форма заявки изменена». Нельзя подавать заявку в форме заявки предыдущего года. Вот обратите, пожалуйста, внимание, труд весь пропадет даром, если вы возьмете форму предыдущую и просто в ней какие-то исправления внесете и подадите. Если у вас есть готовый проект, если вы уже подавали ее, например, на конкурс того же президентского гранта, и вы собираетесь именно этот проект подать еще раз, может быть, немножко его подкорректировав, не поленитесь и перекопируйте из старой формы в новую то, что можно перекопировать. Остальное допишите или перепишите. Именно для того, чтобы не допустить эту ошибку. Все формы заявки размещены на сайте. И это основной сайт конкурса. Вы сейчас его видите. grants.oprf.ru Или если вы наберете в любом поисковике «Конкурс на президентский грант», вам сразу же первой ссылкой будет именно этот сайт. Но обратите внимание, что зайдя туда, вы должны выбрать закладку «Операторы». Выбрать закладку «Конкурс 2016 года», потому что там есть и предыдущие конкурсы. Дальше выбрать закладку «Операторы» и зайти к тому оператору, к которому вы собираетесь подавать заявку. Именно у него взять форму заявки. То есть не просто «Абы где» у любого оператора, а брать форму заявки надо именно у своего грантового оператора. Кроме того, и кстати, у всех грантовых операторов есть возможность скачать форму заявки, кроме гражданского достоинства, или заполнить заявку через мастер заполнения заявок. То есть если вы хотите, чтобы не подавали заявку или сомневаетесь, что вы знаете, что куда писать, вы можете прямо заходить в мастер заполнения заявок, заполнять заявку через этот мастер заполнения заявок, потом ее распечатывать и сохранять, и соответственно она у вас будет. Когда вы заполняете через мастер заполнения заявок, то он вам там сразу может подсказать, что вы где-то что-то недозаполнили, не сделали и так далее. Значит, обратите внимание, что когда вы заполните, если вы будете пользоваться мастером заполнения заявок, то когда вы начнете распечатывать заявку, ей будет присвоен номер. Но это не значит, опять же, за исключением сайта гражданское достоинство, но это не значит, что это регистрационный номер заявки. Это всего лишь регистрационный номер вот в этом сайте, который помогает вам заполнять заявку. Потом, когда вы подадите заявку грантовому оператору, ему будет присвоен уже регистрационный номер регистрации на конкурс. Поэтому не входите в заблуждение, потому что иногда думают, что заполнив заявку в мастере, это уже автоматически значит, что мы ее подали. Нет, это только помощник вам заполнить заявку. Опять же, повторяюсь, за исключением сайта оператора гражданское достоинство. Там вы заполняете заявку обязательно через мастер заявок, и она автоматически подается, но ее потом еще надо распечатать и отправить в бумажном варианте. И вся эта инструкция, как это сделать, есть у них на сайте. Очень подробная, с картинками, там все вы разберетесь. Значит, кроме самой заявки, да, и когда вы будете заполнять заявку, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в заявке не может быть пустых мест. Если в каком-то разделе у вас, допустим, ответ нет, или вы никогда этого не делали, пишите нет, или прочерк ставьте, то есть там не должно быть пусто. Если вы будете оставлять пустые ячейки, то заявка может быть признана несоответствующей требованием конкурса, потому что в ней не заполнены какие-то разделы. Вот чтобы грантовый оператор видел, что у вас все разделы заполнены, значит, в тех местах, где вы не знаете, что, ну, у вас вы не делали этого, или у вас, например, нет филиала, или у вас нет добровольцев и так далее. Везде ставим нет, прочерк, да, то есть чтобы было видно, что вы эту ячейку заполнили. Обратите, пожалуйста, на это внимание, в прошлом году были проблемы с этим у некоторых. Теперь возвращаемся к документам. Что еще должно быть представлено в качестве документов? Вы представляете копию или оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, которые не должно быть больше, чем два месяца до даты окончания приема заявок. То есть сейчас есть возможность скачивания электронной выписки с сайта налоговой. У некоторых есть электронные подписи, которыми могут быть заверена эта выписка. Обращаю ваше внимание, не надо здесь быть прогрессивным. Вам нужна здесь бумажная выписка из единого государственного реестра. Значит, закажите эту выписку, или если она у вас есть, снимите с нее копию. Я рекомендую вам отправлять копии, потому что вам эти выписки могут еще понадобиться. Значит, копию обязательно заверяете подписью и печатью организации на каждом листе, или выписка сшита, тогда можно на последнем листе, там, где она сшита. Значит, эта выписка вам все равно понадобится. И вот если внимательно посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы у грантовых операторов, у некоторых написано, что они на предварительном этапе могут принять электронную выписку. Но лучше не рисковать. Сделайте бумажную, чтобы потом не оказалось, что вы будете сняты в связи с отсутствием документа, сняты с конкурса. Дальше. Копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и дополнений к ним. Копии учредительных документов – это устав, свидетельство о регистрации и так далее. То есть те документы, свидетельство о постановке на налоговый учет, то есть те документы, которые подтверждают, что вы являетесь юридическим лицом в определенной форме. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе вы не находитесь в процессе ликвидирования. Обратите внимание на следующее. Образец этого письма есть у каждого грантового оператора. И они иногда отличаются друг от друга. Поэтому если вы готовите заявку нескольким грантовым операторам, не пытайтесь впихнуть им одно и то же письмо. Может оказаться, что там какая-то формулировка не такая, и вы из-за этого будете вынуждены потом досылать дополнительные документы. Все документы скачиваем у того грантового оператора, которому подаем. Вот они сейчас уже, многие грантовые операторы унифицировали требования. То есть они во многом совпадают. Но опыт показывает, что иногда в одном слове может быть нюанс. Опыт предыдущих лет. Поэтому я очень рекомендую не пожалеть времени сделать письма в той форме, по которой предложено на сайте у каждого из операторов. Это письмо не надо нигде у нотариуса заверять. Это письмо заверяет сам руководитель организации. Вам нужно подать копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку. Копия решения или протокола назначения руководителя. Соответственно, для бухгалтера копия приказа о приеме на работу или копия договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета. В обязательном порядке, если у вас этих документов не будет, заявка по формальным признакам будет снята. Обязателен электронный носитель любого вида с электронной копией заявки. Соответственно, там будут либо файлы Word или Excel, а в случае использования мастера заявок это будет файл в формате PDF. Обратите внимание, что если вы заполняете в Word или Excel, то вы так в Word или Excel без всяких подписей заявку и подаете. То есть не надо ее печатать, сканировать, подписывать, сканировать и уже потом снова сохранять. То есть в электронной версии она может быть без подписей. Главное, чтобы были подписаны бумажные версии. Если она в формате PDF, опять же она выкачана с мастера заявок, на ней тоже не будет вашей подписи. Сразу отвечу на вопрос, может ли организация подавать разные проектные заявки разным операторам. Может. То есть ограничение, что всего одну заявку на конкурс нет. Вы можете подать заявки разным грантам и операторам, хоть всем сразу. То есть есть силы подготовить 9 заявок и у вас вы соответствуете направлениям всех 9 грантовым операторам? Подавайте всем. Право у вас такое есть. Скорее всего выиграет одна. Ну вот если выиграет, скорее всего одна. Значит, насколько я сейчас вам четко ответить по поводу профсоюзов не готова. Насколько я знаю, нет. Но лучше этот вопрос задать вашему грантовому оператору. У них есть формат. Или посмотрите у них в вопросах и ответах. Значит, с профсоюзами всегда много вопросов. Поэтому в этом случае я не могу взять на себя стопроцентное да или нет. И предлагаю вам задать этот вопрос тому грантовому оператору, которого вы выберете в качестве приоритетного для вас. Значит, у вас должна быть опись вложенных документов обязательно, в которой содержится наименование всех прилагаемых документов. И обратите внимание на следующее. Если вы посылаете заявку, вы приносите заявку лично, то заявка отправляется в двух экземплярах. Причем и заявка, и опись. Вот если почта и в одном, а если лично принесете, то в двух. Потому что на вашем экземпляре будет поставлена отметка, что у вас его приняли и все страницы будут отмечены. Обратите, пожалуйста, еще внимание на следующее. У всех грантовых операторов в положении о конкурсе есть вот этот вот перечислено, какие точно документы должны быть поданы. В обязательном порядке все перечисленные документы. В этом году, например, впервые появился такой документ, который называется… Ну, название может немножко отличаться. Сейчас я одну секунду прямо вам вот… Это экселевский файл, который называется «Данные для регистрации заявок». Вот примерно так у него название, немножко формулировка названия может отличаться. Вы когда откроете этот файл, вы увидите, что это табличка в Excel, в которой перечислены основные данные по вашей заявке. А именно, полное наименование организации, название проекта, контактный адрес, краткое описание проекта, грантовое направление, которое надо выбрать из списка, целевые группы проекта, ИНН-организации, город, федеральный округ, субъекты, запрашиваемая сумма. И все это в одну строчку, прям такая табличка в Excel. Вот фактически эта строчка, это регистрационная ваша строчка в той таблице большой, в которой регистрируются все гранты, все заявки. То есть фактически вы заполняете строку на себя, и этот документ тоже подается вместе со всеми документами. И грантовый оператор, судя по всему, потом именно эту строчку будет вставлять в таблицу регистрации заявок, что сильно ускорит процедуру регистрации заявок. И вот обратите внимание, неподача подобного рода документов тоже может быть основанием снять вас с конкурса в связи с тем, что будет подан неполный комплект документов. Поэтому внимательно, пожалуйста, вот здесь очень внимательно к формальным признакам. Почти у всех грантовых операторов на сайте уже есть или в скором времени появится у всех список конкурсных комиссий, которые будут осуществлять выбор победителей. Но кроме конкурсных комиссий у грантовых операторов еще есть пул экспертов, которые будут читать эти заявки. И, соответственно, эксперты будут ориентироваться на следующие критерии, по которым они будут определять победителей. Это соответствие проекта целям и условиям конкурса, актуальность, проработанность проекта, конкретность, значимость, достижимость результата, реалистичность бюджета. Это очень внимательно смотрят, реалистичность бюджета. Наличие опыта, поэтому не забудьте описать опыт своей организации. Наличие квалифицированных специалистов, и там есть специальный раздел, в котором описана квалификация ваших специалистов, которые будут реализовывать заявку. Наличие дополнительных источников финансирования. И вот грантовые операторы неоднократно подчеркивают, что им неинтересно финансировать проекты, в котором вы просите все деньги у них. Им гораздо интереснее поддерживать проекты, которые уже имеют какой-то ресурс. Не обязательно финансовый, может быть нематериальный, может быть человеческий, но оцененный ресурс. Который бы показывал, что заявитель уже сам что-то имеет для реализации проекта. И только часть средств запрашивает на этом конкурсе президентских грантов. Для критериев выбора победителей важен территориальный охват. То есть важно, чтобы этот проект не был очень маленьким. Особенно если запрашиваются серьезные средства. Поэтому важно, какую целевую аудиторию какое количество охватывает. И наличие механизмов устойчивости. То есть вы должны показать, что результаты проекта не канут в лету после того, как проект закончится. А что этот проект будет устойчивым и в какой-то степени будет продолжаться и после того, как деньги закончатся. Вот это критерии. Понятно, что именно на эти критерии вы должны ориентироваться, когда подаете заявку на конкурс. И соответственно вы должны свой проект оценить исходя из этих критериев. Вот сразу отвечаю на вопрос, что если проект не прошел в первом этапе, конечно можно подавать его на второй. Можете даже ничего не корректировать, просто подавать и все. Единственное, чего нельзя, и это опять же неоднократно подчеркивали грантоператоры, что не думайте, что вот вы подали заявку на первый конкурс, она в нем не прошла и она автоматически попала на второй. То есть на второй все по новой, весь комплект документов, все опять собрали, заявочку по новой распечатали с новыми датами. Да, не забыли поменять дату составления заявки, чтобы не было, что вы в июне подаете заявку, которая сделана в марте. Сразу будет понятно, что это с первого конкурса перекинутая заявка и отношение к ней будет соответствующее. То есть даты поменяли, полный комплект скомплектовали и снова подали. Пожалуйста, может быть вы, ну не забудьте, вот мой совет, это уже с точки зрения проектирования, перечитайте заявочку. Чаще всего бывает, что после того, как мы ее перечитали, прежде чем подать на второй конкурс, мы вдруг понимаем, что тут надо бы коррективы внести, тут бы надо подправить, здесь чуть-чуть улучшить, и все равно получается немножко другая заявка. По поводу софинансирования из иностранного источника. Прямого запрета нет, но я бы не рекомендовала. В сегодняшней ситуации иностранные источники не очень популярны, поэтому, наверное, лучше, если бы это будет софинансирование из российского источника. Вы еще там не устали? Теперь на что я хотела обратить ваше внимание. Значит, уже неоднократно говорила, еще раз говорю. Обязательно внимательно познакомьтесь со всеми документами оператора, которыми подаете заявку. Наш опыт ведения конкурсов показывает, что положение о конкурсе не читается участниками. Мы читаем начало и конец, а остальное мы просто просматриваем по диагонали. Я вас очень прошу, пожалуйста, прочитайте внимательно с маркером в руке и отметьте все важные вещи в этом положении, когда вы будете готовить заявку. Это избавит от вас от кучи лишней работы и хлопот и от нервов. И, кстати сказать, от кучи денег, потому что досылка документов, когда мы понимаем, что все пропало, у нас не хватает какого-то документика, который мы пропустили или забыли, или мы где-то галочку или запятую не поставили. И досылка документов в спешном порядке курьерами иногда стоит очень дорого. И когда организация потом вдруг не выигрывает, она говорит, я такие деньги потратила, чтобы послать документы. Но это ваши, как говорится, ваши риски. И помните, что поскольку почта у нас работает не очень четко, то если вы хотите, чтобы заявочка была вовремя послана, то ее совсем скоро надо отправлять в связи с майскими праздниками, а то, может, уже и поздно. А курьеры – это всегда дополнительные средства, поэтому будьте, пожалуйста, здесь внимательны. Значит, дальше подготовьте и заверьте все необходимые документы. И здесь я обращаю ваше внимание на подготовку. Вот прям рассказываю наш собственный опыт. В прошлом году мы подавали заявку. И у нас в документах название организации было, название проекта было написано следующим образом. Активные граждане как ресурс развития территории. А в одном из документов мы слово «как» пропустили. И было написано «активные граждане – ресурс развития территории». И заявка была отмечена как несоответствующее требованием в связи с расхождением в документах названия проекта. Хорошо, что мы увидели это вовремя и успели до нужного срока послать новый комплект с исправленным названием. Но вот обратите внимание, да, мы пропустили одно слово. По смыслу оно ничего не меняло. Но по формальным признакам это было нарушение, потому что это вроде как два разных проекта оказалось по разным документам. И вот будьте, пожалуйста, очень внимательны. Значит, обратите внимание, что документы, которые вы прилагаете к заявке, то, что мы с вами на нескольких слайдах раньше обсуждали, они должны быть заверены, посмотрите, да, заверены подписью руководителей, печатью организации. Обратите внимание, что это должно быть заверен каждая страница. Или сшивайте документы, приклеивайте сзади бумажку, прошитой и пронумеровано такое-то количество страниц, и подписывайте это в сшитые документы. Если вы сделаете копию устава, поставите его на степлер и шлепните печать на первой странице, я вас уверяю, документ будет признан как неправильно оформленный. Поэтому не забудьте, пожалуйста. В спешке иногда бывает, все подпишем, печать забудем поставить. Значит, вы должны подписать каждый документ, и не просто поставить подпись. Здесь тоже обратите, пожалуйста, внимание, не просто подпись должна стоять, и сверху печать шлепнута. Раз вы подписью руководителя, то у вас должно быть написано, там, директор организации Росток, директор центра Росток, Попова Н.А. и подпись, и сверху печать. Вот это требует времени, поэтому, когда уже курьер на пороге стоит, это сделать не успеете. Соответственно, заранее отправьте заявку, не тяните до последнего. Обратите внимание, что здесь майские праздники, и поэтому только 10-го числа начинается работа, если вы будете посылать курьерами, DHL-ю, то есть все равно один день доставка у них, но лучше подправить 10-го, чтобы 11-го уже было на месте. И вот, к сожалению, очень часто бывает, когда организация просто физически не успевает доставить заявку. Все сделано, куча работы сделана, заявка не успевает попасть вовремя, поэтому не тяните время. Обратите внимание еще на одну важную вещь. Вот если вы сейчас зайдете на сайт grants.oprf.ru, и зайдете к операторам, и посмотрите предыдущие конкурсы, вернее, вот этот конкурс уже посмотрите, вы увидите, уже началась регистрация операторов. Там прям есть такая закладка у каждого оператора, заявки. Если вы на эту кнопочку нажмете, вы увидите список заявок, которые на сегодняшний день уже поданы. И вы увидите, что есть там такая графа «Соответствие требованиям конкурса». И у многих заявок красным написано «Не соответствует». И в графе «Комментарии» написано, что конкретно в документах «Не соответствует требованиям». Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Что часто происходит? Организация подает заявку. Заявка доходит до получателя, до грант-оператора. Например, заявитель получил подтверждение, что заявка поступила в офис. Мы вытерли подсалба и успокоились. И потом, через какое-то время мы заходим на сайт и видим, что наша заявка не соответствует требованиям. И дальше там стоит срок, до которого мы должны были исправить эти несоответствия. И этот срок мы уже или пропустили, или он наступает сегодня или завтра. И все, караул, встаем на уши, начинаем из угла в угол бегать. Иногда сделать уже ничего нельзя. То есть ваша задача, после того, как вы заявочку отправили, вы после этого все время следите на сайте. Она зарегистрирована уже или нет? Она появилась вот в этом списке или не появилась? Искать сейчас там очень просто. Там можно в разделе заявки сортировать по грантовому оператору, по региону и даже по названию своей организации. Как только вы увидели, что заявка зарегистрирована, сразу смотрите. У вас там зелененьким соответствует написано или красненьким не соответствует? Если написано не соответствует, значит там с рядом написано, до какого срока должны быть устранены замечания. И вы срочно смотрите, что там у вас конкретно не соответствует. Иногда это что-то, какая-то страница не подписана. Или забыли приказ на бухгалтера приложить. Или не в той форме сделали информацию про то, что мы не в процессе ликвидации. В общем, смотрите, что не так. Комплектуете новый пакет вот этих вот добавлений и исправлений. И отправляете их так, чтобы они успели к указанному сроку. После этого снова отследите. Вот когда ваши исправления поступили, можно созваниваться с грантовым оператором. И смотрите, поменялось ли у вас, вот это не соответствует, на соответствует. Вот это важно. И очень часто люди просто не знают, что это надо сделать. И узнают о том, что их заявка снята по техническим причинам уже после того, как ничего уже сделать нельзя. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что консультации по подготовке заявки можно получить у нас в центре Гарант. Но обязательно по предварительной записи и телефон, и сайт указан. Хочу обратить ваше внимание еще, если говорить о самой заявке, на то, что нигде в документах вы не найдете минимальной или максимальной суммы, которую вы можете запрашивать на финансирование. Реально этих ограничений нет. Вы можете попросить столько, сколько считаете нужным. Можете прям сразу все 4 миллиарда попросить. Вопрос просто в том, попросить-то можно. Съест-то он съест, но кто же ему даст. Это вот примерно из этой шутки. Если говорить о реальности, наиболее реальными являются проекты до миллиона рублей. По нашему опыту, где-то примерно в этом промежутке они находятся. Это не значит, что не может быть проектов выше. Финансируются проекты и по 3, и по 5, и по 8, и по 11 миллионов рублей. И здесь все зависит от того, каков охват аудитории, какова актуальность проекта, насколько организация способна справиться с такими деньгами, насколько эти проекты соответствуют приоритетам, которые существуют у операторов. В общем, крупные гранты бывают, но их гораздо меньше, чем грантов вот такого вот среднего размера. Откуда брать цифру? Она берется исключительно из вашего проекта. Вы запрашиваете ровно столько, сколько вам нужно на реализацию проекта. Грантовые операторы подчеркивают, что они не собираются финансировать деятельность организации. В рамках этого конкурса деньги даются не на текущую деятельность, не на поддержание штанов, не на развитие организации, а на реализацию конкретных социально значимых проектов. Поэтому организация должна запрашивать средства на реализацию того проекта, который она осуществляет. Конечно, грант может предусматривать и оплату труда, и покрытие административных расходов в виде аренды офиса, связи и так далее. Но вы должны понимать, что эти расходы должны быть разумны, обоснованы, и это не должны быть расходы на организацию в целом. Это должно быть частичное. Например, если вы говорите об аренде помещения под офис, что вы собираетесь заложить это в смету проекта, то вы должны понимать, что это не может быть вся аренда, потому что ваша организация наверняка делает не только этот проект. И поэтому нельзя всю аренду офиса списать на вот этот проект. Скорее всего, это какая-то частичная оплата офиса, которая соответствует тому, какое место в деятельности организации будет занимать конкретно этот проект, поддержанный в рамках этого конкурса на получение президентского гранта. Вся информация подробная о конкурсах и все необходимые документы размещены здесь. Вот сайт grants.eprf.ru. И все эти же документы есть у каждого грантового оператора. То есть вы можете зайти напрямую на сайт Союза ректоров России. И там есть комплект документов. Там есть кнопка конкурс, и там есть этот комплект документов. Вы можете зайти на сайт Союза женщин, и там есть кнопка конкурс, и есть комплект этих документов. То есть каким путем вы пойдете, неважно. Вы можете зайти через этот основной сайт и оттуда уже попасть на все конкурсные документы. Либо вы можете идти через конкретный сайт грантового оператора. Через этот сайт идти проще. вы все равно выйдете и попадете на все документы нужного грантового оператора. Но они там, получается, все грантовые операторы на одном сайте находятся. Ну и кроме того, именно на этом сайте находится список заявок этого года, которые уже подаются, и они там и будут регистрироваться. Список победителей на этом сайте можно будет увидеть. И на этом же сайте вы можете увидеть списки победителей предыдущих лет, для того, чтобы сориентироваться в рамках этой деятельности. Если говорить о теме безнадзорных животных, внимательно посмотрите направление. Она может быть в рамках развития волонтерства. Пожалуйста. То есть вы подаете это не через бездомных животных, а через то, что люди на добровольной основе будут работать с безнадзорными животными. Она может идти с точки зрения экологии или безопасности. То есть посмотрите внимательно, в чистом виде, насколько я помню, такого направления нет, как помощь безнадзорным животным, но подать это через другие направления, которые есть у грантовых операторов, можно. Ну вот, я почти уложилась в отведенный час с основными вопросами, которые мне хотелось осветить. Я готова... Значит, ну вот, если проект похож на проект другого региона, будет ли он рассмотрен адекватно? Вы знаете, вот здесь, ну, во-первых, я не могу говорить за экспертов. Но могу точно сказать, что если вы внимательно посмотрите на тех, кого финансировали, ну, вряд ли будет такое, что с каждого региона пойдут прям какие-то супер уникальные проекты. Очень много идей повторяется. Даже название проектов некоторых очень похоже друг на друга. При этом, если говорить о том, есть ли квотирование по территориям, нету. К сожалению. К сожалению, вот нельзя сказать, что Архангельская область точно получит вот примерно столько-то. Да, или Северо-Западный федеральный округ. К сожалению, до сих пор очень большие суммы остаются в Москве, в Санкт-Петербурге, то есть вот в крупных городах. Но вот наличие нового грантового оператора, который работает на сельские территории, ну, может быть, вот у него будет больше проектов, фокусированных на небольшие именно территории. На самом деле, говорить о том, как будет оцениваться проект, нельзя, пока сам проект не увидишь. Но, на мой взгляд, знаете, лучше поучаствовать и пожалеть потом, если не выиграл, чем не участвовать. И пожалеть, что не участвовал, а мог бы выиграть. Спасибо за привет от Володи. Есть еще вопросы? Ну вот, поддерживается ли сопровождение проекта? Что вы имеете в виду? Не очень поняла вопрос. То есть вы хотите подать заявку на то, что вы будете сопровождать какой-то другой проект, кому-то помогать. Правильно я поняла? Мария Павловна. Я думаю, что если вот сейчас мне не удастся на вопрос ответить, на вопрос Марии, может быть, вы тогда позвоните Татьяне и обсудите, поясните, что вы имеете в виду, потому что это уже больше про суть проекта, чем про технологию подачи заявки. То есть мы будем готовы обсудить и постараемся ответить. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет... А, бухгалтерам и координаторам. Да, ну то есть в проект можно заложить зарплату. Можно заложить зарплату и на бухгалтера, и на координатора. И даже нужно это делать. Значит, я просто могу сказать по нашему опыту, заложить большие суммы на это. Вот прям, то есть вы понимаете, что заложить зарплату бухгалтера на период реализации проекта, вот всю зарплату бухгалтера или всю зарплату координатора не удастся. Вы заложите только, условно говоря, ровно в процентной занятости, сколько этим людям понадобится работать на проект. Потому что очень внимательно грантовые операторы смотрят на эти статьи бюджета, которые связаны с таким администрированием проекта. Они не любят, чтобы эти статьи были большие. Можно закладывать деньги на оплату труда экспертов. Это нормальная абсолютно ситуация и вполне адекватно финансируется. То есть на самом деле нет запрещенных статей расхода. Нельзя подразумевать проекты, которые подразумевают под собой извлечение прибыли. Ну то есть проекты, в которых вы, например, будете оказывать платные услуги, еще деньги получать за это. И не поддерживаются проекты, которые направлены на финансирование ваших прошлых долгов или исполнение каких-то прошлых обязательств. А так можно закладывать. Закладывайте. И надо обязательно, потому что это... Я могу сразу сказать, отчетность на бухгалтера, постарайтесь заложить ресурсы и на координатора, потому что отчетность по этим проектам очень серьезная. То есть вот сдавать отчеты требует... Если у вас нет постоянного бухгалтера, можно заключить с ним договор на период реализации проекта. Проведение одной конференции. Ну вот если вы просто одну конференцию поставите, это вряд ли может быть заявкой. Если вы включите дополнительную деятельность, связанную с подготовкой этой конференции, с изучением, может, ситуации вокруг, да, может быть, не очень много мероприятий, но тоже, чтобы это не было, просто дайте нам денег, мы проведем конференцию. Помните, там критерий есть устойчивость. Что изменится после того, как вы проведете конференцию и как эта деятельность будет продолжаться в дальнейшем. Если это конференция в течение трех дней, ну или двух, и после этого ничего, и до этого ничего, вряд ли можно будет говорить об устойчивости. Он просто по этому критерию упадет. Подать-то заявку можно, просто она будет малоконкурентоспособна. Я еще хочу обратить ваше внимание вот на что. Закладывайте, пожалуйста, не забудьте заложить средства, особенно если организации немного проектов, немного своего ресурса. Заложить средства на констовары, бумагу, потому что вам придется ксерокопировать много документов для того, чтобы подать отчет. И заложить деньги на связь и курьерскую связь для того, чтобы доставлять отчеты в Москву, чтобы потом не оказалось, что вы все это будете делать за свой счет. Отчеты реально серьезные. Но в этом году есть хорошая новость. Если раньше грантовые операторы сами принимали решение, что и кому они будут, какие документы они будут запрашивать, и эти документы часто менялись на первом отчете, одни документы просят на другом отчете другие, то в этом году, ну, во всяком случае, озвучено, что когда вы будете подписывать договор о финансировании, если вы выиграете в конкурсе, вернее, не если, а когда вы выиграете в конкурсе и будете подписывать договор о финансировании, тогда вам будет предъявлен полный перечень документов, которые вы должны будете предоставлять в отчете. И этот перечень меняться не будет. И это очень хорошо, потому что в прошлые годы, конечно, в мороке с отчетностью было достаточно много в связи с тем, что сегодня надо одно, завтра еще пришлите другое, послезавтра добавьте третье. И ты никогда точно не знал, какие документы у тебя могут запросить. Сейчас вроде бы эта проблема решена. Но в этом году, обратите внимание, общественные палаты будут осуществлять мониторинг реализации и в регионах будут осуществляться публичные презентации проектов, которые получат поддержку в рамках президентского гранта и будет публичная отчетность по этим проектам. То есть, вот контроль за тем, что будет делаться в рамках проекта, он на региональном уровне тоже будет появляться. Нельзя будет получить деньги и просто никому не сказать, что я делаю. Ну что, если вопросов больше нет, спасибо вам огромное за участие. Значит, если в области по отчетности нет возможности предоставить документы с печатью. Не очень поняла вопрос, если вы имеете в виду отчет Минюст или какие документы с печатью? А, документы с печатью. Значит, тогда там будет указано, что, например, вы арендуете помещение у индивидуального предпринимателя и он работает без печати. Но будут подписи, будут данные на этого человека. Если вы говорите о том, что вы неофициально какие-то расходы производите, то тогда вы не сможете включить эти расходы в бюджет проекта и отчитаться по ним. Спасибо. Ну что, большое спасибо. Не забывайте, что если у вас будут вопросы, вы можете всегда обратиться в Центр Гарант. Телефончик я сейчас еще раз верну. Значит, 206510 8182, код это телефон в Архангельске. Пишите на электронный адрес, звоните. Если нужно, договариваетесь об индивидуальной консультации, приезжайте. И не затягивайте время. Длинные праздники, к сожалению, до подачи заявок осталось очень мало времени. Ну и пользуюсь случаем, напоминаю вам, некоммерческие организации Архангельской области, помните, что до конца месяца еще можно подать заявку на конкурс региональной проекта социально ориентированных некоммерческих организаций в Департамент по внутренней политике. И напоминаю всем, в том числе и государственным и муниципальным учреждениям, что уже объявлен конкурс «Активное поколение». Конкурс, направленный на поддержку людей старшего возраста и вовлечение их в активную деятельность. Это конкурс Центра Гарант. Все документы у нас на сайте. Заходите, пожалуйста, смотрите. И там же могут участвовать инициативные группы без регистрации юридического лица. Не пропустите конкурсы, ресурсов не так много в этом году, поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Я желаю вам удачи, желаю победы в этом конкурсе и во всех других конкурсах. Ненецкий автономный округ может участвовать, насколько я понимаю, во всех. И в президентском, и в активном поколении точно может участвовать. Подавайте заявки, пожалуйста. И в региональном СОНКО, насколько я знаю, НАУ тоже может участвовать. Поэтому Ненецкий автономный округ, не пропадайте, мы ждем ваших заявок. Спасибо большое. Всем до свидания. Соответственно, в презентацию добавим. Презентация будет доступна на нашем сайте. И запись вебинара через некоторое время тоже будет доступна на сайте ngogarant.ru. Было приятно видеть всех вас в списке. К сожалению, не смогли пообщаться. Очень надеюсь на участие в наших других мероприятиях. Буду рада всех видеть. Спасибо большое. До свидания. И хочу спасибо сказать Общественной палате за инициативу проведения этого семинара. Это очень важно было. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok